Григорий Яковлевич Маховой – участник Великой Отечественной войны, капитан первого ранга. Сейчас ему 96, но он хорошо помнит события тех лет. Григорий Яковлевич вспоминает, как в 1942 году под Ржевом шли ожесточенные наступательно-обронительные бои. И вот наткнулись как раз на этот блиндаж. Мы поняли, что там идет бой. И увидели, у немцев нет боезапаса, и у нас нет. А я уже был тогда чемпионом по этому лопаточному бою. Я сказал, ребята, прикройте меня. И я рвелся к ним рубиться. Это впервые в жизни был мой бой. И впервые я рубил людей. Страшно было. Но еще страшнее было, когда они хотели тебя убить. Тут кто кого. Вспоминает Григорий Яковлевич, как под деревней Зеленишино в районе Ржева в одном из боев на окопы передней линии полка надвигались десятки немецких танков, за которыми шли автоматчики. Для обороны справа и слева от фронта траншей были созданы отсечные позиции. Но гитлеровцы неожиданно и мощно ударили по левому флангу. Чтобы не допустить прорыва через ряды батальона, взвод ринулся в контратаку. Они забрасывали нас гранатами, а мы их тоже. Потом перешел буквально в рукопашный бой. Они шли на нас. И мы удивились, почему они не ждут нас, когда мы наступали на них. А оказывается, что в Германии там про нас рассказали, что мы дубари, что мы трусы, что мы не можем воевать. Но мы им показали, что мы можем воевать и как нужно воевать. И немцы начали тогда подходить, а мы их преследовать. Григорий Яковлевич за свои многочисленные боевые подвиги награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной звезды и не только. Григорий Маховой работал в организации отставных ветеранов флота и вел большую патриотическую работу в городе и области. Также он преподавал в Радиотехническом университете. 25 лет я преподавал в этом университете. Сколько прошло через мои руки, ребята, и я им все рассказывал тогда. Рассказывал, показывал. Вот этот метод рукопашного боя им показывал и демонстрировал. Это же годы прошли. Так что я за свою жизнь очень много передал. Тогда я знал много уже, когда постарел, что я написал книг и в книгах все это рассказывал. После войны Григорий Яковлевич долгое время служил в военно-морском флоте и дослужился до капитана первого ранга. Он награжден множеством грамот, в том числе за воспитание династии моряков. Ведь по его стопам пошел сын, два внука и племянники. Олеся Котровская, Григлотов, телекомпания «Город».